Ремарка для украинцев. Все описанное выше полностью относится и к вам. Разверните это по отношению к себе. Россияне уходить не собираются. Кладбища пополняются. То один военный ресурс, как снаряды к некоторым системам, хозяева из НАТО иссякнет, то другой. В СРФ медленно наступают на Запад. Лучше вам не становятся. Пытается утешить себя. Автор телеграм-канала убежища номер 8. Единственное, что он должен понять, что невозможно заставить людей сдаться, когда они воюют за свою землю. Он должен это знать. Он же любит историю Великой Отечественной войны. Он же любит генералов прошлого. Невозможно сдаться, невозможно остановиться в защите своей родины, в защите своих родных и близких. Он, этот мобилизованный, как и его однополчане, контрактники и все остальные, воюют, потому что им приказали уничтожать чужую страну. Люди из Украины воюют, потому что они защищают свою страну от оккупантов и захватчиков. Поэтому, когда украинец задает себе вопрос, почему я здесь в этом окопе и за что я стою, он стоит за родных и близких, за семью, за людей в своей стране, за свою страну, за свою идентичность. А за что стоит российский солдат? Российский солдат стоит за Владимира Путина, за Киев за три дня, за санитарную сону в Белгородской области, за борьбу с мировым сатанизмом, с гей-экстремизмом, какие еще там причины называет Путин? Какие-то лаборатории с комарами и все остальное. Вот за это стоит российский солдат. Поэтому, когда он вот находит себя в окопе, с кучей погибших товарищей, без какого-либо смысла и понимания, когда это закончится, я не понимаю, каким образом он принимает решение продолжать это дело, продолжать быть оккупантом и продолжать ждать некого чуда. Но своих читателей мобилизованный пытается успокоить, так как его рассказы о мобилизованных сильно отличаются от того, что есть по официальным каналам, от того, что говорит официальная пропаганда, когда они рассказывают, как хорошо мобилизованным, как здорово у них все и как им нравится воевать. Вот что он пишет для критиков. Я знаю, что сейчас куча людей выпадет в депрессию или обвинят меня в подрыве боевого духа, но вы же сами хотите знать, как мы живем и что у нас на душе. Честный рассказ с погружением выше. Если что вспомню, то дополню. Теперь вам должно стать понятнее, почему все радостные криги в телеге по поводу «Ура! Война до польской границы!» просто шлют с *** и злобно высмеиваются. Рецепт-то прост. Мы выгорели. Хотите продолжать войну? Меняйте нас на желающих воевать дальше. «Самое время думать в этом направлении», пишет автор этого телеграм-канала. Правда, про необходимость замены он пишет, по-моему, все 20 месяцев, весь 21 месяц, что, точнее, нет, телеграм-канал он попозже завел. Ну, год пишет точно, но, конечно, никакой замены не будет. А некем. Это надо будет из экономики вновь людей выстегивать, потому что сейчас дефицит кадров только в ВПК 160 тысяч человек, и он будет наручен еще на 100 тысяч человек в ближайший год-полтора. Об этом говорят официальные лица из этого самого ВПК. Об этом они говорили на Международном экономическом форуме. Не говоря уже про кризис кадровый вообще во всей российской экономике. Поэтому брать еще 300 тысяч людей из них, из этой экономики убирать, на это вряд ли пойдет российское государство. Да и Владимир Путин помнит, что мобилизация стала одним из самых непопулярных его решений. Но возвращать 250 тысяч человек обратно в Россию, 250 тысяч человек с ПТСР, с опытом убийства людей, с отсутствующим моральным стержнем и какими-то моральными границами, это социальная катастрофа. Это такая вспышка криминала, по сравнению с которой ежедневные новости о том, что какие-то бывшие вагнеровцы кого-то убили, покажутся детским лепетом. Поэтому от мобилизованных ничего не останется. Вы все там помрете. Вы все там станете удобрением для земли. Ну, есть, конечно, варианты. Можно дезертировать. Для этого есть организация «Идите лесом». Она помогает людям, принявшим решение перестать быть частью фашистской оккупационной армии. Тем проще вам будет, чем меньше человек вы убили. Если вы все время были в тылу и никого не убивали, то должно стать вообще не так сложно. Также вы можете сдаться в украинский плен. Сколько бы ни рассказывали российские политруки, украинский плен — это плен довольно гуманный. Мы видели много обменов, из которых российские солдаты возвращаются здоровыми, упитанными, без бинтов, без перевязок, с несломанными конечностями. К сожалению, в отличие от украинских солдат, попавших в плен российский, которые возвращаются похудевшими на 10-20 килограмм, со сломанными костями, со сгнившими частями тела. Это чудовищный российский плен, в который как раз попадать, мне кажется, сравнимо с самой ужасной адской пытки. А вот как раз в украинский плен, как мы видим, опять же, визуально, не надо верить никому на слово, попадать не так страшно. Совершенно, я бы даже сказал, не страшно. Поэтому эта опция тоже есть на столе. Ну и для самых смелых и имеющих чувство собственного достоинства, хотя таких, мне кажется, в российской армии нет, можно повернуть автоматы против тех, кто возгонит на убой, против тех, кто, собственно, все это начал, против тех, кто хочет за счет ваших жизней, за счет вашего здоровья, просто укрепить свою власть. Евгений Пригожин попытался, и почти успешно, когда год назад был его мятеж, он почти дошел до Москвы, не встречая никакого сопротивления, никто не встал на защиту Путина. Но Пригожин поверил Владимиру Путину, это была его фатальная ошибка, и теперь он труп, как и, впрочем, его ЧВК. Но это показывает, что повернуть оружие против тех, кто гонит во сбой, не такая уж и плохая идея, и вполне возможно все-таки сделать так, чтобы война в принципе прекратилась. Прекратили умирать люди в Украине, но прекратили умирать и российские граждане, в том числе тех, кого мобилизовали. Вот так выглядит жизнь мобилизованного сейчас, спустя 21 месяц после его мобилизации. Подумайте, надо ли оно вам. Готовы ли вы стать российским солдатом? Готовы ли вы вот сидеть целыми днями без шансов на светлое будущее? И это не какой-то радикальный чудовищный пример, которых мы знаем тоже много, когда российские солдаты просто напередки умирают один за одним. Это не записи этих самых обращений солдат, это не видео из российских подвалов, о котором я недавно рассказывал, где сидят раненые российские военные с ампутированными ногами и руками. Нет. Это вот как раз по меркам российской армии фактически привилегированная жизнь. Сидишь себе в среднем тылу, что-то носочки стираешь, иногда даже в игры играешь, фильмы какие-то смотришь. Ну и такая жизнь, безусловно, сводит в сума. Хотя язык не повернется, назвать ее ужасающей, когда мы говорим о том, что многие люди действительно под бомбами, под обстрелами, что украинские граждане каждый день не знают, будет электричество или нет, и какую еще буму сбросят российские войска. Тем не менее, явно этот человек, который авторы этого телеграм-канала, как и другие мобилизованные, не мечтали просто просрать два года своей жизни на вот это вот, с нехилой вероятностью в целом оборвать свою жизнь или подорвать здоровье настолько, что нормально жить в дальнейшем станет невозможно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!